всем привет семейная жизнь ассоциируется у людей с тихой и спокойной гаванью где члены семьи любят друг друга отдыхают и набираются сил и так оно и есть но экстремальные ситуации присутствуют и здесь все зависит от нашего характера как правило мы сами создаем себе трудности которые затем героически преодолеваем моя драгоценная супруга которая родила мне четверых детей к примеру каждый раз любила до последнего тянуть с поездкой в роддом вплоть до отхода вод так произошло с нашей старшей дочерью мы уже оплатили роддом на ленинском проспекте и можно было спокойно за неделю там разместиться и не переживая ждать этот волнительный и радостный момент но уговорить ее было невозможно лечь туда заранее и вот в тот предновогодний день мы находились на даче в 15 километрах от москвы к тому же стоял жуткий мороз градусов под 30 тут-то все и началось слава богу моя машина сразу завелась и мы помчались в роддом я только опасался того что рода у нее начнутся прямо в машине а я их никогда не принимал не доводилось по жизни но я знал что по пути мы будем проезжать пару больниц и даже один специализированный роддом однако уговорить ее завернуть туда у меня опять не получилось пришлось превышая скоростной режим нестись туда на ленинский проспект и тут я очень поблагодарил нашего бывшего мэра юрия михайловича лужкова который как раз закончил строительство московской кольцевой автодороги если бы не это то пришлось бы рожать в машине сдав супругу врачам я сразу же поехал в елоховскую церковь чтобы поставить свечи за здравие супруги и будущего ребенка прошло не более получаса только я вышел из церкви как тут же звонок от врача гинеколога который уже поздравлял меня с рождением дочери хорошо что у нас сейчас можно рожать в приличной стерильной обстановке с хорошими врачами да еще по желанию присутствовать при родах и жить с женой и ребенком в отдельном двухкомнатном номере именно такой комплекс все включено мы и оплатили но присутствовать при родах это на мой взгляд перебор а вот иметь возможность находиться рядом с супругой после родов да еще в хорошем номере это прекрасно поэтому купил цветы жене и врачам диетической экзотики супруги о себе хорошей водки и закуски я поехал назад в роддом и это был лучший новый год моей жизни в одной комнате спала моя любимая супруга а в другой новорожденная дочка а мне не спалось я лежал на диване и сочинял очередной рок-н-ролл вот так всем пока сейчас